Четыре матча, четыре игровых дня. Для волейболистов команды Подмосковья минувший уикенд выдался насыщенным. Третий тур чемпионата России высшей лиги Б не предвещал особых сложностей, ведь подмосковная молодежь уже успела пройти два первых отрезка состязаний без поражений. За плечами 12 побед подряд. Череду успешных матчей нарушить мог разве что случай. Первый игровой день Подмосковья встречалась с командой Ростов-Волей. Партия за партией приближали хозяев площадки к победе. С ростовчанами одинцовцы справились в три сета. Вторым соперником Подмосковья стала команда из Майкопа «Динамо МГТУ». На площадке завязалась борьба. Одинцовцы удерживали преимущество на протяжении всей встречи, уступив лишь в одной партии. Два следующих дня для Подмосковья прошли со знаком «плюс». Очередные победы добавили шансов на выход в финал высшей лиги Б. Задача минимума, которую игроки команды сами себе поставили, это попадание в финал. Это право участия в играх за право попадания в высшую лигу А. Реально очень высокие амбиции у пацанов. То есть хотят лезть выше, выше и выше. Да, ну это в плане как и роста спорта для них интереснее, наверное, в вышках, да, чем в вышках Б. И я думаю, что у большинства из этих ребят все должно получиться. Игры четвертого тора чемпионата России, запланированного на начало декабря, подмосковные волейболисты уже провели в октябре на Сахалине. Очередные матчи теперь намечены на начало следующего года. С 6 по 9 февраля волейбольный клуб «Подмосковье» вновь выйдет на площадку спортивно-зрелищного комплекса «Одинцова», чтобы встретиться с командами «Владимир» и «Автомобилист». Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».